Когда уведомляется о публичном мероприятии, власти его не согласовывают. Оказывается, что для нас нет места в обществе, для нас нет места в городе, для нас нет места в государстве, если не угодно. И это полное нарушение всех законов. В этом году я решил выступить в образе капитана Гейропа. Есть известный герой комиксов, капитан Америка. Мы выступаем за то, чтобы в том числе и в комиксах были ЛГБТ, геи, лесбиянки, ЛГБТ-активисты. Я имею ЛГБТ-супергерои. И я очень хочу, чтобы в вашей стране, на вашей планете, были супергерои, геи, лесбиянки, бисексуалы и трансгендеры. А я со своей стороны. И весь наш галактический корпус, мы поможем в этом. Уродство души страшнее уродства тела. Я Жданов Дмитрий, выпускник детского дома, московского детского дома. Я гей, я открытый гей. Полгода назад я сделал хаминг-аут, после которого от меня отвернулись мои друзья. Страшнее от того, что отвернулись мои друзья для меня было то, что от меня отвернулись мои коллеги. Это православные активисты, это представители благотворительных фондов, это представители НКО. У меня была своя организация, благотворительная организация, которая помогает детским домам России. И для меня было страшным ударом то, как люди отнеслись в первую очередь к моей ориентации, в вторую очередь к моей инвалидной коляске. У меня написано «феминизм для всех», и я считаю, что это действительно так. Что патриархат, с которым вводится феминизм, влияет на всех людей. И на мужчин, и на женщин, и на людей других гендеров. В этом году мне пришла необычная идея в голову о том, что на ЛГБТ-прайде не обязательно говорить только о геях, лесбиянках, трансгендерах и бисексуалах. Я считаю, что в нашей стране дискриминируются права всех наших граждан, и нарушается основной закон, соответственно, основной закон – это наша конституция. Новые законы, например, пакет Яровой ограничивает наше право на частную жизнь. Я лично считаю, что у всех граждан должны быть одинаковые права. И эти права зафиксированы в Конституции Российской Федерации. Ваши права тоже, кстати? Такие. А какие правами вы обладаете? Ну, точно не такими. Значит, добрый день. Ну вот, значит, выступаем за гражданские партнерства для всех граждан России, независимо от пола. Потому что сейчас не все граждане имеют такую возможность, если они хотят заключить какое-то партнерство для того, чтобы совместно овладеть имуществом, чтобы иметь возможность наследования, чтобы иметь возможность посещать друг друга в больнице. Это, конечно, плохо, что сейчас такого нет. Я сюда пришла, чтобы рассказать о том, что в нашей стране ЛГБТ очень много, и они вынуждены скрываться. Почему-то одни хуже, чем другие, и это неправильно. Один ваш друг гей? Просто поймите его. Поймите, как вы раните ваших близких, и тогда для вас не будет вопроса, зачем нужны ЛГБТ-акции, зачем нужен ЛГБТ-прайд. Вы просто придете на этот прайд, вы просто встанете так же, как сейчас стало я. Да, я вышел с плакатом по поводу Смольного, который 10 раз отказал в согласованиях в разных местах. То есть задача просто не пускать граждан России высказывать свое мнение. Я считаю, что такие чиновники должны быть просто уволены, потому что они совершают должностное преступление. Они препятствуют праву граждан на осуществление свободы собраний. Потому что сегодня здесь было гораздо больше людей. Если бы это была согласованная акция, они в форме одиночных пикетов. И гораздо больше можно было бы сказать. Но, к сожалению, очень многие остались дома просто потому, что они боятся. Редактор субтитров А.Семкин